Вот, с нашего, конечно, балкона не видно моря, виден только противоположный дом, но, может быть, будет интересно. Вот, видишь, такие балкончики, вот, наша улица, там машины, парковки, всякое такое. Какая южная картина, как приятно. Да, там вот небо есть, кусочек неба. Ну, вообще, у нас чуть-чуть вдавленный такой балкон, но, в принципе, уже тепло, и, видишь, я сижу на балконе, он довольно большой, здесь можно устраивать пати. Добрый день, друзья! Итак, сегодня у нас есть возможность на некоторое время, минут на 30, вылететь, выпорхнуть из своих четырёх стен и посмотреть, собственно, мы уже посмотрели, своими глазами, не из своего окошка, а из испанского окна. Потому что сегодня у нас в гостях наши гости из Испании, Кусима Джандосова. Да, вау! Дима, я тебя всех приветствую! Ну, и я традиционно спрашиваю всех, расскажи немножко про себя. Я расскажу, может быть, самую последнюю часть своей жизни, это жизнь в Испании, она началась в июне прошлого года. Мы сюда переехали давно, мечтая вообще куда-то переехать из нашего советского Казахстана. Вот. И выбрали почему-то Испанию, может быть, как нечто романтическое, может быть, как что-то близкое к морю. Но вот здесь, из нашего подъезда выходя, можно за шесть минут дойти до моря, причём в обе стороны. Мы на таком типа полуострове небольшом находимся, городском. Живу я в городе Теревьеха. И живём мы здесь первый год. Довольно трудно, ну, потому что нет работы, у нас нет разрешения на работу. Но тем не менее мы как-то устраиваемся, что-то делаем и, конечно, пытаемся жить ещё и творческой, и социальной как-то жизнью. Теревьеха считается русской столицей Испании. Здесь очень много русскоязычных людей, они со всех уголков Советского Союза бывшего. Довольно такая интересная компания, дружная. Есть люди очень интеллигентные, окончившие там профессора, вузы, окончившиеся. А есть люди обычные, рабочие и простые люди, как правило, ну, даже не простые, разные люди стараются устроиться где-то поближе к сфере недвижимости. У нас курортный город, здесь прекрасные пляжи. Вот, летом они все забиты, в основном европейцами, но их попадаются также и русскоязычные тоже туристы. Вот, первые два месяца это были очень жаркие два месяца, просто кошмарные, можно сказать, потому что влажность и плюс жара — это невыносимо. Если ты помнишь, Аня, у нас в борзовке всё-таки влага бывает, но она не такая вот, то есть она суховата, всё равно воздух. То есть там жара переносится более-менее нормально. А здесь очень влажно и душно вот в эти два месяца, то есть я никому не советую сюда приезжать, именно кто хочет, кто не любит такую влагу повышенную. Но вот сентябрь и октябрь оказались месяцами, когда мы вздохнули свободно, уже стали каждый день ходить оккупаться и отдыхать, и приобрели свои компании какие-то. То есть здесь русскоязычные организовали мафию, мы стали играть, вот всё-всё завязалось. В общем, какая-то жизнь такая пошла, целый год курорт, ну мы так думали. Но потом наступил ноябрь и декабрь, и стало довольно прохладно. Дома здесь не отапливаются, и отапливаются только за счёт, получается, электричества, а это выходит дорого. Главный показатель тепла для меня, что начали летать мухи и стали летать сразу стрижи. Стрижи — это вообще наш как бы знак. В прошлом году, когда мы приехали, буквально через неделю к нам на балкон залетел стриж. Мы учились, ну и как-то с ним обращаться, выпускали на пляже, и вообще мы поняли, что это наши птички. И вот когда их зимой не было, было скучновато. А тут они сейчас вовсю носятся, гоняются за этими мухами и комарами. Мухи, муровые. Папошка, а люди там есть? Людей, к сожалению, очень мало. Иногда у нас ходит тут городская сумасшедшая, она очень бойко кричит. Вчера она даже с какой-то подружкой, они обе очень экспрессивно разговаривали. И это, ну, смешно действительно. Ну, еще непонятно, мы еще испанский не совсем освоили, тем более такой, особенно, такой экспрессивный. Но она каждый день гуляет, не обязательно по нашей улице. Вчера она прошла у нас, прошлась у нас. Людей мало, их много вокруг наших магазинов, супермаркетов. Здесь есть сеть магазинов Консюм, есть Меркадоны, есть Лидл, разные такие торговые марки. И к ним уже на подступах можно заметить людей в очереди, там, очереди через метр. То есть они не пускают в сам магазин даже. И люди вынуждены стоять дома. Конечно, карантин у всех притомляет, особенно, когда погода, когда мрачная, ты и так, и так сидишь дома, не так обидно. А вот когда солнышко, вот сейчас мимо прошла девушка с тележкой наверняка, прошла в магазин. В масках, конечно, ходят люди. Ну, кто-то смелее, тот без масок, потому что здесь нет запрета на хождение без масок. То есть на маске пока довольно нормально. Сейчас дали разрешение, что с 27-го, по-моему, числа, можно гулять с детьми в течение часа. Кто будет замерять время, тоже непонятно. Но все равно. Вот сейчас сильно-сильно заливает солнышко. Я вам покажу оставшуюся часть бакончика. А пока скажи, сколько у вас случаев в городе? В городе у нас... Средняя цифра, которую я слышала, почему-то вот так нормально, статистики нет. Но я думаю, что их человек где-то 250. И вообще в нашей Валенсии, как она называется-то, сейчас скажу, не округ? Ну, пусть будет округ. Вот. У нас не такая большая плотность, как в Мадриде. То есть там у них примерно 70 или 80 человек на 1 миллион населения, а у нас там 2-3 человека. Что есть ограничения у вас сейчас? Какие они? У нас с самого начала были, где-то это числа, с 16 марта, введены довольно суровые ограничения. То есть хождение, например, в магазин можно только одному человеку из, условно, из дома. И мы сразу же, через неделю... То есть мы сначала пошли, значит, муж вышел, потом я вышла. Мы дошли до магазина сначала, я вошла, потом он вошел, все нормально. Мы как бы закупились и бросали в одну тележку и ушли. Но через неделю этот трюк уже не прошел, потому что в магазине уже вызвали полицию, потому что мы кидали товары в одну и ту же тележку. И нас, да, и нас оштрафовали на 300 евро. И после этого мы очень хорошо соблюдаем и знаем все правила карантина. Вот. И уже никуда не ходим. Если ходим в магазин, то только по отдельности. Поставим эти очереди. Ну вот ожидается, что вот-вот сейчас будет послабление. Мы уже слышали, что можно возить вроде... Ну, ездить даже вдвоем в автомобиле. До этого было ограничение только на одного человека. И если второй сидел, то только там по диагонали надо было сидеть. Вот. В городском транспорте люди сами предпочитают не ездить. То есть у меня есть один товарищ. Тут мы с ним в преференции иногда играем. Вот. Он разрабатывает тем, что организует с аэропорта перевоз людей. Причем он берет в аренду машину именно в аэропорту. Так вот, ему пришлось идти из аэропорта Аликанте, это 42 километра до нашей Торельехи, пешком. То есть он намеренно не сел в автобус, чтобы там не заразиться. То есть у него была возможность. Но он пешком вот дошел во все это расстояние. Его три раза останавливали полицейские. Ну, спрашивали, что это он ходит вообще, когда надо сидеть всем дома. Но он как бы объяснил ситуацию, его отпустили. То есть вот такие вот случаи. Ну, конечно, до нас доходит вести, что море существует еще, и оно рядом, и оно бьется в берег, и еще что-то происходит. Люди иногда выбираются каким-то образом в парке, но в основном нет нарушителей, ни режима, ничего. Ну, то есть еще, конечно, мы рассказали о том, что нас штрафонули, другие рассказали, что их за другой штрафонули. По 200, по 300 евро. И, конечно, никому не хочется терять этих денег, и народ сидит. Потому что следующий штрафон уже будет 1000 евро, а следующий уже 12 тысяч евро. Скажи, пожалуйста, а из знакомых кто-нибудь болеет? Или это где-то далеко происходит, как будто бы? У меня переболела одна знакомая. Она является известным тут в ТВХ музыкантом, преподавателем музыки. Она переболела в очень легкой форме. Но ее друг, он потяжелее болел, они переболели в Аликанте. Есть еще, у нас здесь, кстати, есть свои игры «Что, где, когда». И вот один из игроков, причем они накануне играли, накануне объявления карантина, и он назвал свою команду «Коронавирус». Так вот, он заболел, и очень тяжело. Сейчас уже 4 недели как он лежит под аппаратом ИВЛ, но вроде бы у него показатели сейчас пошли на поправку. Мы все ему желаем выздоровления, добра и всего чего угодно, и сил. Потому что на третью неделю у него обострились его хронические заболевания, и стало еще труднее. Но вроде бы все сейчас налаживается. То есть есть знакомые, которые переболели. Переболели, болеют, и, ну, к сожалению, да, такие. Ну, наши тоже знакомые, я удивилась, посту Алисы, например, Алиса Ракуль, она живет во Франции. В Париже. Да, в Париже. И наша общезнакомая, она рассказывала на страницах в Facebook, на своей, как она болела. Болела, да. Молодцы, что говорят. И как оказалось, что очень много людей болеют в очень легкой форме, и случайно узнают о том, что они болеют. Поэтому мне кажется, очень важно как бы и сообщать о том, что в твоем окружении есть такие люди, чтобы просто оберечь уже своих родителей, своих, у кого выше риск заболеваний. Тима, скажи, пожалуйста, а чем ты заменяешь себе прогулки? Вот этот внешний мир, который ты всегда, конечно же, выходил, зная твою активность, ты дома, наверное, не сидела, потому что даже видя твою жизнь в фотографии... Со стороны, да. Со стороны было видно, там море, там какое-то событие, там вы танцуете, там вы что-то играете. Что тебе заменило здесь дома, вот эту твою бурную жизнь? Ну, конечно, у меня есть. Во-первых, мечта, мечта поставить собственный спектакль и мюзикл даже. Мы обратились, если ты помнишь, к нам приезжал Эдуард Духоменный, он очень известный бард в Казахстане, вот. И я его привлекла к этому проекту, мы написали сценарий еще в ноябре. И, конечно, у нас все планировалось, чтобы мы выступили уже 27 апреля, у нас должна была быть премьера. Уже все подготовлено, договорились с местным концертным залом театральным. Но вот благодаря коронавирусу зато артисты хорошо выучили текст, потому что мы сидим все онлайн и репетируем. На репетицию ходят примерно 3 часа в день. Это каждый день буквально. Сейчас я немножко дала слабинку, я пытаюсь из людей выжить, но, с другой стороны, я хочу, чтобы они довольно были свободными, а то они уже все там немножко зашут. То есть как режиссер я не скажу, что я сильно строгий, но все-таки требовательный. Онлайн репетируем? Онлайн репетируем, да. Мы сначала… Есть такая программа MidGT, MidGT, но там нет… Ну, похуже связь чуть-чуть, чем в Zoom. Мы сейчас репетируем в Zoom, но здесь вот не имелась возможность дольше 40 минут, приходится переподключаться. Ну, и репетиции стали, на самом деле, гораздо быстрее происходить. То есть если весь наш спектакль где-то полтора часа, то можно развивать на несколько, ну, вот, сцен, репетиций, и мы так репетируем. Ну, это доставляет огромное удовольствие. Кроме того, я со своими астанинскими друзьями играю в что, где, когда… Онлайн? Онлайн, да. Вот тоже в этот MidGT. Он позволяет до 12 человек включать, но мы как раз туда помещаемся, компания. Скажи, если у вас по буквам вдруг кому-то пригодится. Mid. Mid – это от слова «встреча», точка. JIT – это три буквы J-I-T. J, тоже с точкой, I-T. И C, Сингапур, я думаю, или какая-то программа. То есть MidGT, и там заходишь, если ты с десктопа заходишь, то совершенно можно даже не регистрировать, не скачивать приложение. То есть ты просто как в какой-то форуме ты внедряешься сюда и все, и видео. JIT – через браузер можно работать, да, если в комплект? JIT – да, да. Ну, многие через телефон сидят. И главное, вот в своей простоте она меня очень подкупает. Ну, там невозможно делать записи, там невозможно. Там это просто ты визуально общаешься. И это очень удобно, потому что все быстренько заходят, быстренько выходят и редко вылетают, скажем так. Вот. Чем я еще тут занимаюсь? Мы успели, я очень благодарна судьбе, что приезжал Леша Брунов. Он почему-то, вот у него, наверное, была задача объездить весь мир или не знаю что, но он сказал, что Фатима ни разу не был в Испании. Я, конечно, сказала, Леша приезжай. Это было еще осенью, когда мы договорились. И вот он приехал со своим другом, с которым мы тоже подружились, с Алексеем Петровым. В общем, эти два Леша у нас здесь пожили несколько дней. Мы хотели даже с ними в Гранату съездить, ну, что-то переутомились, не поехали. В общем, у Алексея Брунова уже был в нашем городе концерт. И я приглашаю других бардов приезжать. Ну, вот хороший сезон все-таки, конец сентября, начало октября. То есть как раз, когда все затихнет, когда уже все адаптируется, и аккуратненько, на расстоянии метр. Можно? И цвета. Я думаю, уже на следующий год. Потому что в этом году мы, ну, пока слухи, я еще не видела, чтобы это официально было объявлено, но Испания, вроде, закрывает границы не всему Евросоюзу, но, по крайней мере, другим странам, кроме Евросоюза. И поэтому у нас будет падение. Много народу пришел концерт Леши? Да, человек 35, но там и вмещалось где-то столько-35. Русскоязычные? Русскоязычные все, да. Здесь итальянцев еще пока не подкупил его вид. Испанцев и итальянцев, да, не было тут на концерте. У меня еще так получилось, мне неудобно перед Лешей, что у меня как раз в этот день была запланирована поездка в Португалию. И я сама от шестра. Но, слава Богу, у меня есть записи, и все. Лешу я много слушала, особенно в последние дни, прям одно удовольствие эти его висборовские концерты. Вот, прям здорово, что он организовывается. Планируешь организовывать такие концерты дальше? Да, конечно. Во-первых, я хочу, чтобы все к нам поприезжали, посмотрели какое-то чудо Испании. Она какая-то, ну, она не строгая, что ли, и такая очень вольная, и свободная, и дружелюбная, и эмоциональная. Вот, и хочется, чтобы здесь люди повалялись, ножки в Средиземное море рукунули. Вот. Хотя у нас особой достопримечательности в городе нет. Есть вот эта старая башня, но я думаю, что наш мюзикл, как раз который об этом городе, от Ревьеха, то Ревьеха переводится как старая башня. Вот. Как раз мы привлечем внимание, и, может быть, он станет таким базовым. Да, да. Ну, по крайней мере, для русскоязычных. Будете записывать мюзикл, чтобы мы могли посмотреть отсюда? Мы даже сейчас сериалы начали готовить, поскольку мы не знаем, сколько продлится эта ситуация. Мало ли, вдруг еще будет ухудшение ситуации, не дай бог, но возможно. Потому что, да, Италия и Испания, они что-то очень плохо справляются с этим наплывом коронавируса. Хотя Китай вот расправился, мы на них смотрим. Но, с другой стороны, посмотри на статистику США, да, она же все время валит вверх, то есть никакого просвета там нету, непонятно чего. Вот. Но нас с такими волнами уже вниз-вниз-вниз, мы надеемся, и прям все-все ждем, и у всех настроение сразу улучшилось, когда вот пошло вниз, и мы стали, конечно... это, ну, вдруг, позавчера опять скачу кверх. И я теперь даже боюсь загадывать, боюсь говорить реальные цифры. Вот. Поэтому, конечно, я собираюсь организовать такие концерты. Я зову всех сюда, но, скорее всего, в следующем году. Вот. И, возможно, какую-нибудь борзовку здесь проведем. Давно хотела спросить, есть ли у вас там плейбэк театры? Я, как человек, играющий в плейбэк театре, конечно же, интересуюсь, в каких точках мира он существует. У нас здесь нет такого театра, но в Мадриде, конечно, есть. В Мадриде в других, да, да. Здесь нету, тем более у меня сфера общения только с... ну, аудитория моя, это русскоязычная. Ну, пока я не выучила язык, пока... А вот. Среди русскоязычных, мы когда приехали, здесь был всего один театр. Ну, то, что ребята называли театром, на самом деле, это немножко не театр в том представлении, в котором... Ну, вот, не театр переживаний, это просто они делали вечера, посвященные там каким-то известным артистам или еще что-то, и назвались театром. Возможно, у них уже что-то есть, потому что, когда мы вступили со своим, со своим проектом и сказали, заявили, что у нас репетиции и так далее, они, конечно, ошалели, как же их территорию тут заняли. И мы стараемся сделать настоящий театр. То есть я проработала актерское мастерство, репетиции, вокалы. Этих двух имен он написал совершенно умопромрачительные песни. Вот. Замечательный спектакль. Сейчас все упирается в карантинные помещения. И, конечно, у нас нет пока никакого бюджета, но мы надеемся, что он появится, в том числе с сериала. Вот. Я уже сказала, скажешь. Сериал — это мы хотим сделать приквел и сиквел. То есть у нас существует наше действие. Называется «Регата Лос Локас». То есть все происходит очень в легком стиле, водевиль. Пытаемся туда засунуть юмор, но может, не совсем получается. Но надеюсь, что что-то там получится. Он просто красивый музыкальный спектакль про любовь. В легком водевильном стиле. Вот. Но теперь мы решили придумать, что было до того, то есть приквел, и что будет после. И вот эти вот формы, форму сериала, именно онлайн-сериала, мы будем здесь снимать и потом воплощать, чтобы призвать сюда таревьеханцев, ну, и тех, кто хочет посмотреть, значит, что за город Таревьеха, и, в общем, будем популяризировать его. Сериал на русском или на русском? Только на русском, но с испанскими титрами. То есть, когда вы снимете первую серию, мы ее тоже сможем увидеть? Обязательно. Я дам ссылку и обязательно поделюсь. Вот. Мало того, мы снимем и само содержание спектакля, то есть все танцы, они будут не просто на сцене, а на берегу или где-то там. Да, это так здорово. Я тоже представляю, у нас там есть два массовых танца. Они такие замечательные. Какой человек у вас играет в театре? Сейчас у нас 15 человек. Но самая большая проблема, что главный герой в очередной раз у нас сменился. И это большая проблема, потому что это второй раз уже. То есть, один человек репетировал, теперь у него появились какие-то проекты, он не может. Второй человек сказал, что я точно буду играть, теперь он исчез, он просто не отвечает на телефонные звонки. И нам надо срочно, если мы собираемся хотя бы в мае-июне ставить, подготовить опять главного персонажа. Но уже такая немножко усталость наступает, но без него никуда. То есть придется готовить нового или тех стареньких звать. То есть такие есть и технические проблемы с людьми и так далее. А плейбэка нет, плейбэка нет, но я бы хотела. Я сама училась чуть-чуть на плейбэк. Извини, что так прервала тебя. Не то, что училась, у нас как правозащитное движение. Они привезли плейбэк-театр для разрешения, то есть испанцы, по-моему, как раз, для разрешения проблем с властью, условно. И мы играли, и потом я несколько постановок делала, именно плейбэк-театры. Мне это очень интересно направление, потому что это помогает решать реальные проблемы в обществе или психологические, или еще какие-то. И хотелось бы, конечно, поделиться. Я тогда не смогла зайти на вашу конференцию почему-то. Вот. Так что очень все это интересно. Извини, давай задавай вопрос. Выходи к нам, мы планируем сделать перформанс, онлайн-перформанс. Мы уже пробовали. И мы можем через две сделать уже такой, прям настоящий перформанс, который можно будет онлайн. Это, конечно, совсем не так, как в живую. Конечно, там нет вот этого контакта живого между артистами. Но все-таки все равно мы играли. Да вы молодцы. Я краем глаза слежу за вами. Это просто здорово, что у вас уже несколько лет, получается, вы работаете в этом направлении. Да. Мы учились, мы уже учились, вот заканчивали школу, плейбэк-театры. То есть мы просто международные взгляды, да. И вот работаем театром, уже, наверное, года четыре тоже. Один театр сменился уже на другой, но тем не менее, вот онлайн-проект, который мы сейчас существуем, вот мы его хотим. Это здорово. Может быть, вы своей группой как-нибудь сможете труппой приехать сюда? Ну вот, получается, на следующий год, потому что в этом году, я думаю, будут ограничены. Это очень звучит заманчиво. И я действительно думаю, что когда-нибудь мы пройдемся нашим театром по вашему золотому песку на берегу моря. Да, с удовольствием. Мы собираем что-то вместе. В общем, мне очень нравится мечтать. Скажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь сейчас? Я мечтаю искупаться в море. Оно так близко, и это настолько, ну, как бы, все равно, что ты голодному человеку даешь кучу всего и говоришь, что это кушать нельзя. Ну, очень жалко, что нет сейчас моря, возможности искупаться, хотя можно, наверное, ночью сбегать. Вот. Мечтаю, конечно, поставить вот этот спектакль. Я хочу, чтобы у меня образовалась собственная группа, труппа людей, с которыми мы бы могли дальше делать какие-то вещи. Причем мы делаем здесь эксклюзивно. Если бы мы взяли какую-то чужую пьесу, нам бы пришлось что-то доказывать там по правам, а то так мы сами все написали, и музыку Эдик написал, то есть она будет впервые играть в Испании. То есть и музыка тоже получается своя? Эксклюзивная, да. Ну, то есть Эдик все написал на музыку, и она шикарная, вы потом будете слушать, это просто загляденье. Будут ли кусочки записи, такие превьюшки вашего спектакля, потому что, конечно, мы здесь не сможем его увидеть целиком, потому что я понимаю, что это нужно находиться внутри зала, что нужно смотреть, нужно сидеть в этой атмосфере. А будете ли вы делать нам такие маленькие превьюшечки такие? Будем, будем. Будем маленькие-маленькие. Мы обязательно будем держать вас в курсе. Может быть, у нас уже появляются сейчас, ну, то есть мелодия настолько хорошая, что те певцы, которые берутся их петь, у нас есть такой ион, вот, и он уже говорит, а можно я спою, я выложу? Он уже сделал, как бы, виды-то ревьехи, там, моря и своего ребёнка, и вот поёт эту песню, которая сделана. Ну, песня просто шикарная. Вот. Но мы ему пока запрещаем выкладывать, поскольку, ну, все должны увидеть именно не раньше премьеры. ну, я в ожидании, потому что это реально воплощение мечты. Будем ждать премьеры, мы будем ждать от тебя фотографии и видео моря, потому что я надеюсь, что в ближайшие недели, очень хочется в это верить, вы сможете там уже пройтись по этому берегу, по волне. Вот. Фатима, скажи, пожалуйста, ну, пожелай что-нибудь нам. Ну, пожелай. Слушай, вот сейчас я тут одна, но я надеюсь, кто-нибудь просмотрит, потом послушай. Пожелай нам что-нибудь. Я вам желаю, во-первых, всем крепкого иммунитета, как бы это банально не звучало. Вот. Во-вторых, не поддаваться никакой панике. А для того, чтобы не поддаваться панике, вообще никогда, никакой, да, надо заниматься чем-то полезным, интересным, творческим. И, ну, потому что всё, что я увидела за этот коронавирусный период, самое печальное, и с чем я не могу бороться, это люди, которые пришли в уныние, которых очень трудно вытаскивать. Всегда должно быть дело. Почитайте книжки, включайте воображение, готовьте вкусную еду. Всё равно пока, да, есть чем наслаждаться, и мы должны этим наслаждаться. Это же кайф. А приезжайте к нам в Испанию, покажу здесь всё, что у нас есть. Здесь очень вкусные продукты, кстати. Спасибо большое. Спасибо. Было очень приятно разговаривать. Я уже вижу, что сейчас закончится сеанс нашей конференции. Вот, сейчас всё закончится. Я, например, буду ждать от тебя начала сериала, чтобы хоть как-то прикоснуться к тому, что ты делаешь, и для того, чтобы была возможность быть ближе. И я думаю, что ещё встретимся, и ты расскажешь уже о том, как вы двигаетесь уже к вашей премьере. Обязательно. Спасибо большое за приглашение, и классно, Анечка, спасибо большое, вам всего хорошего, услышали. Да. Пока-пока-пока. Пока.